Относительно молодого юноши, как в некоторых местах в Священном Писании сказано, который подошел к Иисусу Христу с вопросом. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Итак, в данном случае можно подумать, что Иисус Христос как бы отказывается, но наоборот, в данном случае Иисус Христос не отказывается о том, что он Бог. Он подошел к нему как рабину, то есть как учителю, и называет его благим, не вызнавая его за Бога, а обращаясь как к человеку. И он говорит, благим является только Бог. То есть если бы он вызнал его, мы часто читаем, вот в Хананиянку вспоминали, она кричала «Сын Давидом», вызнала его Господом. В данном случае этот ученик не вызнает Иисуса Христа Господом, а как бы раввином, называя его благим. Хотя он должен был знать, что никто не благ, как только один Бог. Еще одно указание на то, что человеческая природа, она полностью поражена грехом. Ну как бы можно так сделать такое наполнение. Если ты называешь меня благим, то даже ты должен верить, что я Бог, потому что только один Бог есть благим. Итак, если ты называешь, что я благ, исповедуешь, что я благ, ты должен исповедовать, что я Бог. Потому что кроме Бога никто благим быть не может. Он указал конкретно. То есть свидетели Его говорят, вот видите, Христос отрицает свою божественность. Не отрицает, а наоборот, возможно, в некоторой такой скрытой форме для книжника, чтобы направить его мысли в правильную сторону, подтверждает свою божественность. Если ты исповедовал, что я благ, то ты должен теперь исповедовать, что я Бог. Но мы продолжим. Итак, Иисус Христос говорит Ему, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди, говорить Ему, какие? И Иисус Христос, ссылаясь на закон, на заповеди, Он говорит Ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Ну, Марк еще добавляет, не обижай, то есть он был богатым, он был правителем, и богатые очень часто, они как бы обижали своих рабов, не выплачивали вовремя денег, зарплаты, то есть он показал ему, указал на закон. А юноша говорит Ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. То есть здесь мы видим Иисус Христос действительно таким образом подводит, чтобы показать ему на состояние его сердца, указать ему на недостаток. И этот принцип мы видим также в Ветхом Завете. Опять-таки вспомним грех Давида с Версавией. Пришел Нафан, и он не прямо ему сказал «ты», а он рассказал притчу. Давид не увидел себя в этой притче, разъярился, то есть я думаю, вы помните, что был богатый человек, имел много стадов, был бедный, одна вечка была. Когда пришел к богатому человеку гость, он пожалел свое заколоть, приказал у бедного, а тот, как ребенка родного, и спал с ней, и все, Давид в ярость пришел, смерть тому человеку. И ты тот человек. И здесь точно так же Иисус Христос подводит этого юношу, чтобы указать на его проблему, то есть в чем состояла его проблема, к чему было прилеплено его сердце, где было его сокровище. Ну и дальше, конечно, конкретно текст об этом говорит. То есть если бы он продал все и раздал нищим, и последовав за крестом, это было бы доказательством того, что он спасел, что он веровал в Мессию и исполнил повеление. Но однако этим же повелением, которое Христос показал, он знал его сердце, знал его помышления, и мы видим результаты. Иисус сказал им эти слова, а юноша отошел с печалью. Да, опустил голову и отошел с печалью. Он не исполнил повеление Иисуса, и, конечно же, он не был учеником. Да, взять Закхея, к примеру, в доме, в котором был Иисус Христос. Иисус Христос даже не сказал ему этих слов, но результат был какой. Он сам говорит. Воздам в четверх. Воздам в четверх. То есть даже больше, чем того предписывал закон. Указывало на состояние этого сердца Закхея, что он действительно принял мессию, что он был возрожденным и достойным этого царства. А этот юноша он не был, потому что его сердце, оно было прилеплено к своему. Но сейчас такого применения нету, да? Что богатые люди должны сначала все расстать? Нет, конечно. Допустим, если применение к нам, мы видим, что Павел пишет, богатых нужно увещевать. Все-таки в нынешнем веке увещевай. И дает повеление, как они должны быть. И, в принципе, благодаря многим богатым людям существуют и подобные колледжи, семинарии и так далее. Наше неприменение, я думаю, на данный момент можно предполагать, чтобы вещественно ничего не обладало тобой, а наоборот духовное. Приоритетов. Приоритетов. Итак, услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот то, о чем он только что говорит. И далее Иисус Христос как бы приводит иллюстрацию. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». И опять относительно этого момента имеются различные мнения. То есть некоторые говорят, что Иисус Христос говорил то, что было им известно. То есть что в Иерусалиме, мы знаем, были главные ворота в каждом городе. То есть каждый город в древности обносился стеною. И чем больше и крепче, толще были стены и ворота, тем защищение и крепче город считался. И говорят, что в субботу закрывались эти Иерусалимские ворота, чтобы не допустить нарушений субботы, торговли и так далее. И вот там был как бы проем, говорят, который называли игольные уши. То есть необходимо было разгрузить верблюда, весь тот груз, который он привез, чтобы эти верблюды потом чуть ли не на четвереньках там проходили через этот проем. Но в таком случае нарушалась суббота еще больше. Это во-первых. Во-вторых, вообще нет такого упоминания, что тут был такой проем, который напоминался угольными. А если мы берем еще другие Евангелия, Евангелие от Луки, он был кто? Врач. Он вообще приводит иглу, медицинскую иглу. То есть он показывает о невозможности. То есть невозможно верблюду буквально пройти через иглу. В данном случае не указывается на какую-либо другую иглу. Да, есть такое толкование, что вообще слово верблюд означает по-гречески камэлос. Камэлос. Слово канат – камэлос. То есть е изменяется, что эпсилон и йоту. Таким образом, говорят, что канату легче пройти сквозь угольные уши. Но это только мнение. Конечно же оно не соответствует, потому что переписчики, текст у них сделали ошибку в этом слове и написали вместо канат верблюд. Ну смысл это утрачивается. Смысл подгоняется, чтобы легче было понять аудитории. Понимаете? То есть подгоняется смысл. Однако нет ни одного найденного как бы такого аргумента, чтобы допускало ихнее представление. Что действительно согласовывалось. А есть какие-то там, например, тексты греческие, где написано о канате, рукописи. Нет такого. То есть это просто предположение, что переписчики, которые переписали текст, где было написано канат, и сделали ошибку в одном условии. И потом написали, что не греблю просто по ошибке. А тот текст, с которого они переписывали, где-то затерялся, уничтожился, и теперь вот с этим как бы неправильным текстом уже... Прямо во всех евангелиях, да? Да, как бы, это, конечно, натянутый, очень натянутый. Очень натянутый. И сам контекст, и сам контекст он говорит о том, что Иисус Христос говорил о чем-то невозможном. Не о чем-то, что можно было сделать, но с большим трудом, а именно невозможности. Смотрите, что он говорит дальше. Еще один пример. Да, пожалуйста. Например, когда мы читаем книгу пророка Неемий, да, Неемий, мы говорим об отстроивании стены. Там 52 дня, кажется, была отстроена стена вокруг Иерусалима. Там есть овечьи ворота, есть там рыбные ворота, там еще... Прямо нет указания на найти какие-то игольные уши, что сделали проем, чтобы можно было караван проходить. Это же та же самая стена, которая, в принципе, сохранялась до пришествия Христа, но нет даже никакого указания найти. Поэтому мне, ну, лично я сомневаюсь, что это говорится о каких-то воротах или о малом проеме для верблюда. Есть более важное толкование. Ну, мы об этом уже сказали. То есть я говорю, что контекст, он говорит о том, что Иисус Христос действительно приводил то, что было невозможно, не то, что трудно. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, «Людям это невозможно. Богу же все возможно». То есть, как невозможно верблюду пройти сквозь игольные уши, точно так же человеку своими делами, своими усилиями невозможно спастись. И вот прекрасное место, которое сказано самим Господом, что спасение, оно никак не зависит от самого человека. И иногда, вот я и сам раньше заблуждался в том моменте, который касается предызбрания. Я считал, что Бог избрал меня по предызнанию, что я отвечу на Его призыв. То есть, я отвечу на Его призыв. То есть, я знаю, да, от меня что-то зависит. Христос сказал конкретно. А Иисус, возрев, сказал им, «Людям это невозможно. Богу же все возможно». И Ефесянам написано, что вера — это и есть Божий дар. То, что исходит от Бога. То, что человек сам не может иметь, заработать своими делами. Написано, не одел, чтобы никто не хвалился. А не может быть такого, что Иисус это говорит именно на тот момент, что человекам это невозможно. Богу же все возможно, именно имея в виду свою смерть на кресте, воскресение, и то, что Бог готовит спасение. То есть, от состояния до периода крестной смерти. Да, да, да. Сейчас человекам это невозможно. Но Богу все возможно. Бог приготовит вам спасение. Да, да. Дело в том, что тогда мы исключаем вообще спасение до смерти Христа. Мы видим, что люди спасались и тогда верою по благодати, верою рождались от Бога. Спасибо. Но если бы Христа не было, все равно бы они не спаслись, как бы они не веровали. Ну, мы даже не видим, что здесь в контексте Иисус Христос говорит об этом, от своей смерти, что это были последствиями возможны. Как бы, ну, мне кажется, что Христос, говоря здесь, что легче верблюду пройти через игольную мушку, а они изумились, ну как, а ведь богатый человек, если был в то время, это был благословенный человек. Он правильник. Да, это правильники, они изумились, да как, а кто же тогда вообще может пройти? А Христос говорит, что Богу возможно, то есть, ну, как бы, возродить человека. Человек, ну, не по внешним этим, вот, как бы, критериям определяется, каков он, а то, что Бог производит в нём, какие действия возрождают его. Правильное мысль, Юра. Просто я хотел бы указать на такой момент ещё. Ну, представь, я задаю всегда вопросы к тексту, да? Трудно богатому, да, или там. Это можно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Вопрос о бедному. Можно бедному войти в Царство Небесное? Не богатому. Но бедному. Или тоже трудно, или это тоже невозможно для бедного. Христос говорит, человеком это, подразумевает и богатым, и людям, то, что людям, это невозможно. А после того, как Иисус Христос это сказал, тогда Пётр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили всё и последовали за тобой, что же будет нам? То есть, там Иисус Христос обратился к юноше, он опечалился и отошёл. Он не исполнил того, что сказал Иисус Христос. А тут Пётр думает, а мы-то что? Мы-то всё оставили, и мы сделали на это ударение, Матфей, Пётр и так далее. Они оставили действительно всё и последовали за ним. И далее уже контекст, как мы видим, говорит не о спасении, а о награде. Вот мы оставили всё и последовали за тобой. Что же будет нам? То есть, какова же награда? И Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в новом бытии, поки бытии, да, в этом. В будущем. Ну, вообще здесь буквально в новом рождении так звучит. «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми». И опять-таки, если применить к церкви, говорит ли это о том, что и сегодня каждый уверовавший должен оставлять семью свою? Конечно же, нет, контекст об этом не говорит. Но что мы можем применить? И иногда это есть в жизни, возможно, кого-то из нас было. Я знаю, что есть такой человек в жизни, которого это было. Когда родители сами говорят, ты не будешь даже в нашем доме, если ты примешь крещение, если ты последуешь за Христом, или на работе это связано. То есть, приоритеты. Если ты мой Господь, я готов отречься от того, что мне препятствует. То есть, здесь не указывается на то, чтобы каждый тут же должен бросать и семью, и детей. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok